Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Полуэктов Михаил Гурьевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы номер 3. Ведёт работу в области инсомнии, расстройств дыхания во сне, медицины сна, нарушений сна у детей. Ученик известного отечественного невролога, академика Александра Моисеевича Вейна. В настоящее время Михаил Полуэктов является президентом Национального общества специалистов по детскому сну и членом правления Российского общества сомнологов и Российского общества исследователей сновидений. Держатель патента на способ диагностики расстройств сна у детей грудного и раннего возраста. Михаил Полуэктов – автор пяти монографий, более 120 оригинальных и обзорных статей в журналах и глав в руководствах и ряда научно-популярных книг по сомнологии. Здравствуйте, Михаил Горьевич. Добрый день, Марина. Михаил Полуэктов – студия медицины. В контексте это значит, что мы продолжаем наш сомнологический цикл. И этот выпуск посвящен, как вы можете видеть на экране, не фармакологическим методам улучшения сна. Но начну я программу, как это часто у нас в последнее время случается, с новостей из исследовательских лабораторий. Конкретно сегодня из одной лаборатории, которая находится в Парижском институте мозга. Сомнологи оттуда показали, что спящие люди могут улавливать вербальную информацию, передаваемую человеческим голосом, и реагировать на нее сокращением лицевых мышц. Причем эта способность сохраняется практически во всех фазах сна, на всех стадиях сна. Статья была опубликована в Nature Neuroscience недавно. Она представляет исследование, в котором участвовали 22 человека без нарушений сна и 27 пациентов с нарколепсией, то есть людей, у которых случаются эпизоды дневного сна, такие неконтролируемые. Причем при нарколепсии, как известно, часто снятся осознанные сновидения, в которых люди понимают, что они спят. Так вот, здесь всех испытуемых попросили вздремнуть, и при этом им предложили тест, где человеческий голос произносил серию существующих или вымышленных слов, и участники должны были отреагировать улыбкой или нахмойцами в зависимости от того, слова из какой категории они слышали. И на протяжении всего этого эксперимента ученые отслеживали их состояние, отслеживали, регистрировали активность мозга и сердца, движений глаз и мышечного тонуса, я так понимаю, для того, чтобы достовериться в том, что они действительно дремлют, они просто глаза закрыли. Большинство участников, независимо от того, были ли они нарколептиками или нет, правильно реагировали на вербальные стимулы, оставаясь во сне. Ну, хотя принято считать, что во время сна мы как бы отгорожены, отделены от реального мира, отключены от него. Ну, это, значит, была новость из разряда занимательной сомнологии, а сейчас мы переходим к фундаментальному, пожалуйста, не как говорите. Ну, сразу прокомментирую эту новость. Ничего такого изрядно выходящего не было открыто. Это очередное подтверждение существования локального сна или локального пробуждения. О котором вы говорили в одной из наших программ. То есть действительно было показано, что мозг может частично просыпаться, большей своей частью продолжая спать. И в данном случае действительно этим испытуемым удавалось поддерживать какие-то зоны мозга бодрствующими, чтобы успевать реагировать на вот эти запросы экспериментаторов. Пожалуйста, к нашей теме обратимся. Ну, а теперь мы поговорим, действительно ли в настоящее время существуют способы воздействия на состояние сна, отличающиеся от классических фармакологических, с которыми врачи обычно имеют дело. И я покажу вам одну из моих любимых картинок. Это картина Ван Гога «Полуденный отдых». Заметьте, не «Полуденный сон», а «Полуденный отдых». И мы не уверены, на самом деле, спят эти люди, изображенные художником или не спят, пока мы не сделаем специальное исследование по лесомнографии, пока не посмотрим электроэнцефалограмму во время сна. И вот эта электроэнцефалограмма во время сна, она нам абсолютно точно даст ответ на вопрос, спит человек или бодрствует. Вы можете увидеть, насколько сильно отличается картина бодрствования, это верхняя кривая, картина поверхностного сна и картина глубокого сна. То есть сон — это принципиально другое, нежели чем бодрствование, электрофизиологическое состояние. И мы знаем об этом благодаря регистрации при помощи специальных приборов, которые измеряют именно физические импульсы, регистрируют. И может быть справедливо и противоположное утверждение, что через физические воздействия магнитными полями, электричеством, светом мы можем как-то повлиять на сам сон. Почему бы и нет? Вот этот вопрос я и хочу сегодня обсудить. Начнем мы с электромагнитных волн. Действительно ли, возможно, при помощи электромагнитных волн с какими-то характеристиками повлиять на состояние сна человека? Ну, конечно, мы вспомним любимый аттракцион всех, так сказать, посетителей санаториев, электросон, где можно познакомиться с приятными людьми, провести время с пользой, да и при этом еще думать, что при этом как-то мы улучшаем здоровье. К сожалению, нет ни одного исследования, которое бы показало, что электросон в чем-то помогает здоровью, он в чем-то, может быть, помогает сну или другим показателям, хотя такие исследования в свое время проводились. Вот в лаборатории Альцин Моисича Вейна в Советском Союзе проводились исследования, например, по влиянию искусственного дневного сна на течение гипертонической болезни. Ну, очень слабые были получены результаты, на которые, ну, прямо вот с натяжкой было показано, что чуть-чуть, если вот заставлять больного гипертонии днем дополнительно спать, с применением дополнительных методов воздействия, там, вот типа электростная или без применения, немного становится менее лобильным его артериальное давление, а потом перестали это исследовать. По-видимому, в последующих работах не было подтверждено даже этого слабого эффекта. Но что было показано уже в более современное время, в 90-х годах прошлого века, было показано, что электромагнитное поле скорее не улучшает сон, а скорее ухудшает. То есть, видите, электромагнитное поле частотой 50 Гц, то есть это, например, в электросети частота, но оно, наоборот, может уменьшать количество глубокого сна. То есть, если наша голова находится слишком близко от электрической розетки, то наш сон точно не улучшится. Поэтому говорить о благотворном влиянии электрического тока, переменного, по крайней мере, на сон, ну, еще преждевременно. Тем не менее, есть некоторые виды воздействия электромагнитные, эффект которого на сон очень заметен и применяется даже сейчас при лечении некоторых нарушений сна. Это эффекты транскраниальной магнитной стимуляции. Вот идеология применения метода транскраниальной магнитной стимуляции основана на основной концепции, которая сейчас доминирует для объяснения развития бессонницы, инсомнии. Вот при инсомнии показано, что причина плохого сна заключается в том, что у людей, у этой группы пациентов избыточно активирован мозг. Вот здесь, на этой картине, показаны области для избыточной активации по сравнению со здоровыми людьми, это структуры срединного мозга, это структуры ретикулярной активирующей формации, это структуры эмоционального мозга, они слишком реагируют на все, эти пациенты. Их мозг все время на стороже, он все время готов к действию, и поэтому уровень бодрости у них зашкаливает. И вот эта гиперактивационная теория, она привлекается для того, чтобы объяснить возможность применения электромагнитных методов воздействия, для того, чтобы искусственным образом затормозить эту гиперактивацию. Как это работает? Ну вот при транскраниальной магнитной стимуляции, опять же, больных с бессонницей, было показано, что у них гиперактивированы не только центры эмоционального мозга, не только ретикулярная активирующая формация, а даже зоны моторной коры у них гиперактивны. Вот стимулировали моторную кору при транскраниальной магнитной стимуляции, и слишком сильно реагировала мышца на эту стимуляцию у больных инсомнии. Соответственно, гиперактивация есть не только в зонах, которые непосредственно связаны со сном. И есть протоколы проведения транскраниальной магнитной стимуляции, которые позволяют снижать вот эту гиперактивацию. Каким образом это происходит, объяснить пока не могут ученые, поскольку этот метод подразумевает одновременное воздействие электромагнитным полем на большие популяции нейронов в определенной очерченной зоне головного мозга. Но есть протокол стимулирующий, есть протокол тормозной. И вот оказывается, что уже довольно много было исследований проведено у больных бессонницей с применением этого метода транскраниальной магнитной стимуляции, причем в сравнении с плацебо. При нейрофизиологических исследованиях используют термин ШЭМ, это симуляция. То есть делают то же самое, но без соответствующего включения электромагнитного поля. А грохот такой же стоит, звук характерный вот этого разряда электромагнитного, все присутствует. И было показано во всех исследованиях, что эффект вот этой истины транскраниальной магнитной стимуляции в режиме подавления превышает эффект симуляции. Значит, действительно эта штука работает, значит, действительно удается снижать возбудимость головного мозга и достигать улучшения показателей сна у этих пациентов. Это действительно наиболее, наверное, перспективное сейчас направление из методов лечения бессонницы путем таких физических воздействий. Но это очень сложный метод, он требует специального оборудования, специально обученных специалистов, много имеет противопоказаний. А возможно ли сделать что-то попроще и, так сказать, внедрить это в быт, даже не в клиническую практику. И, конечно, это очень заманчивое такое предложение и задача, и многие коллективы научные работают над этим. Вот, например, коллектив Института высшей нервной деятельности нашего ведущего учреждения Российской Академии наук в свое время разработал такой кубик, который излучает электромагнитные волны с частотой уже 1 Гц. 1 Гц, напомню, это частота, которая соответствует частоте дельта-ритма. 50 раз меньше, чем в газетке. 50 раз меньше, да, и 50 раз полезнее, потому что как раз это вкладывается в диапазон дельта-волн, характерных для самого глубокого сна. Но результаты были довольно слабые. было показано, что немного увеличивается количество медленноволнового сна во второй стадии. То есть не самого глубокого на фоне этой стимуляции по сравнению с ШЕМом. То есть пока еще вот такого значимого эффекта вот эти методики, которые больше нацелены на широкого потребителя, а не на узкую очень клиническую область, пока они еще не достигли. Еще одной перспективной методикой, тоже очень удобной для применения, очень простой, является транскраниальная микрополяризация. Концепция ее просто до удивления, до отвращения примитивна. Ставятся два электрода на черепную коробку. Вот один электрод, соответственно, положительно заряженный, другой отрицательно заряженный. И вот почему-то при протекании тока в направлении от одного электрода к другому, обеспечивается либо стимулирующее, либо тормозное воздействие. Причем можно менять эту полярность. И вот есть довольно ограниченное количество работ, которые, когда эту методику применяли именно у больных инсомнии, предполагая, что как раз запуск тока в определенном направлении, через как раз лобные области, может каким-то образом снижать эту гиперактивацию. Ну, фактически только в одной работе, упомянутой на данном слайде, были получены хоть какие-то достоверные данные. Метод очень прелещает своей простотой, но непонятно, как он работает, и пока еще недостаточно исследований. Есть вариант этого метода, который выглядит более убедительным. Это уже транскраниальная стимуляция не постоянным током, а переменным. И было исследование в журнале очень мощной группы Nature, как вы знаете, Scientific Reports, где удавалось таким образом вызывать увеличение теты активности на электроэнцефалограмме. Вот мы можем увидеть на верхних трех рисунках, как эта тета индуцировалась в случае применения этой методики стимуляции и не индуцировалась в случае использования ШЭМ. Это средняя картиночка. И получается, что в целом применение стимуляции по сравнению с симуляцией действительно приводило к увеличению такого тета-ритма на энцефалограмме, который считается предтечей дремоты. Вы знаете, конечно, что критерий глубины гипноза, критерий эффективности медитации, это тоже количество как раз тета-ритмов на электроэнцефалограмме. И было одно исследование, когда эту же методику использовали у больных инсомнией, и там удалось достичь эффекта улучшения показателей сна, правда, про стимуляции совсем с другой частотой. Здесь использовалась 5-герцевая стимуляция, а вот в другом исследовании, которое приведено ниже, использовалась стимуляция с частотой 77 Гц. Совсем другая концепция использовала. То есть какие-то разрозненные данные есть об эффективности других методов воздействия, нежели чем транскраниальная магнитная стимуляция на сон. Но пока еще результаты очень-очень слабые и недостаточные. Поэтому, несмотря на то, что нам было в знаменитом фильме обещано, что в 2015 году можно будет по желанию усыплять, кого хотим или кто этого не хочет, до сих пор какого-то успеха в этом деле достигнуто не было, несмотря на то, что уже прошло плюс еще 8 лет. Но я думаю, что проблема еще и в том, что было названо неправильно это устройство. Обратите внимание. Это ритм бодрствования, спокойного бодрствования. Надо было им назвать усыпляющий генератор дельта-ритма. Тогда бы все сработало. Но хоть дельта-то она не первая буква. Они хотели... Или тета-ритма хотя бы. Они хотели прямо вот альфы. Это же так здорово. К сожалению, прогнозы этого фильма не оправдались. Ни летающих автомобилей, ни курток самосогревающихся еще не появилось. И в том числе не появилось такого замечательного гаджета. Но есть и другие модальности физических воздействий, в отношении которых получены более четкие результаты положительного влияния или отрицательного влияния на сон. Это воздействие светом, опять же, определенной волны. Это эффект так называемого голубого экрана. Сейчас как-то уже люди начинают забывать, что такое голубые экраны. А вот в свое время, помните, когда идешь вечером по улице, вот все окна светятся... Голубой огонем, голубой экран. Потому что электронно-лучевые трубки, они излучали много этого света синего спектра. Сейчас идет некое возвращение голубых экранов, потому что спектр свечения современных экранов компьютеров, у которых сзади подсветка осуществляется светодиодными лампочками, тоже велика доля как раз холодного света синего спектра. Вот, например, на экране iPhone 5, уже устаревшего, конечно, виден этот пик в области голубого света, достаточно выраженный. Это значит, что синего света он дает много, просто мы его не видим в полном спектре. Причем здесь синий свет? А он здесь при том, что в как раз гонглиозном слое сетчатки находятся специфические рецепторы, которые содержат пигмент меланопсин. И эти рецепторы отвечают только за восприятие интенсивности светового потока. Они нужны нам для того, чтобы мы знали, когда день случается, когда ночь. Только за уровень освещенности отвечают эти рецепторы. И оказалось, что вот этот пигмент меланопсин, который является ключевым пигментом в этом рецепте, фоторецепторе, он реагирует преимущественно на свет голубой длины волны. Вы можете увидеть на правом рисунке как раз максимальную чувствительность этого рецептора. И что это значит? Это значит, что будем ли мы находиться на ярком свету такого белого спектра, со всеми составляющими, или же мы будем находиться в условиях освещения синим светом, наш глаз будет получать информацию об одном и том же времени суток. Да, времени суток, да, что сейчас день. И эта информация будет доходить до наших внутренних часов. И что получается, если мы много времени вечером проводим перед экраном, который светит с большим количеством синего света? Наш глаз все время получает информацию о том, что сейчас не вечер. Еще день. Еще день. Еще не нужно переключать организм в вечерний режим. Вот в чем дело. Не нужно расслабляться, не нужно выделять мелатонин. И действительно, сон все равно наступит, но если у человека уже есть проблемы со сном, значит он наступит не так хорошо, как ему хотелось бы. И это было подтверждено, например, на примере влияния на секрецию мелатонина. Вот когда сравнивали секрецию мелатонина у людей, которые проводят вечер перед экранами, которые имеют светодиодную подсветку, и перед экранами, которые имеют старую, такую желтоватую подсветку электронно-лучевыми трубками. Оказалось, вот на этом графике мы видим вот это расхождение, что выработка мелатонина у тех, кто сидит перед современными красивыми экранами с LED-диодами, она действительно ниже. В других экспериментах было показано, что этот уровень освещения в 1500 люкс обычным светом подавляет продукцию мелатонина. А чтобы подавить также продукцию мелатонина светом синего спектра, требуется в десятки раз меньше интенсивности светового потока. И в другом исследовании было показано, что даже на планшетном компьютере, на маленьком, если человек много времени проводит, наблюдает за ним вечером, это тоже приводит к снижению уровня мелатонина на 20%. Нет такой прямой связи, нет уверенности, что какое-то снижение выработки мелатонина точно приведет к ухудшению сна. Но риск развития нарушений сна повышается, потому что мелатонин это не обязательное для сна вещество, но это то вещество, которое улучшает сон, которое готовит наш организм к восприятию вот этого ночного времени, переводит его в ночной режим. И вот это свойство попытались использовать в одном контролируемом исследовании, когда людям с бессонницей вечером рекомендовали одевать на 2 часа очки с желтыми стеклами вот такого вида. И эти желтые стекла фильтруют 65% света именно синего спектра. То есть они все видели, но без синей составляющей. И у них на фоне использования этих очков за одну неделю улучшились показатели сна, улучшились показатели стресса. Почему бы и нет. Таким достаточно простым способом они получили некое повышение удовлетворенности своим сном. Интересно, что только одно такого рода исследование было проведено, почему-то дальше не стали развивать эту идеологию. Так что стоит воздерживаться от нахождения на ярком свете полного спектра или на свете, который имеет большую голубую составляющую перед большими экранами монитора. Когда работаешь, да, это голубое. А вот если люди смотрят кино, например, на компьютере, как там, интересно, фильтруется? Они все равно получают свою дозу света синего спектра. Потому что из компьютера идет. Да, другое дело, если на экране в это время все окрашено в красные тона, синего там мало, синего не мало. То есть все-таки меньше, все-таки меньше. Все-таки получается, что скорее работа, что работа вреднее, чем поддых для сна. Работа вредна во всех отношениях перед сном, потому что тогда мы больше времени проводим перед экраном белого цвета, в спектре которого много синей составляющей. Еще следует помнить очень важный такой теоретический аспект, который пришел нам из хронобиологии, и который тоже нужно понимать для того, чтобы оценивать эффекты света на сон. В хронобиологии, в науке о биологических ритмах, существует понятие кривой фазового сдвига. Что это значит? Есть воздействия, которые могут влиять на наши биоритмы. И вот такого рода кривая вычерчивается для разных воздействий. Для воздействия света, для воздействия мелатонина экзогенного, для воздействия физической нагрузки, для воздействия режима питания. И вот оказывается, что если засвечивать человека, светить ему ярким светом среди бела дня, это вот точка А на этой картиночке, то никуда его не сдвинется ритм. Если в точке Б засвечивать его, тогда, когда у него начинается субъективная ночь, когда начал выделяться мелатонин, тогда его цикл сна и бодрствования сдвинется на более позднее время. Если светить в точке С, в утренние часы, его цикл сна и бодрствования сдвинется на более раннее время. Какой в этом смысл? А смысл такой, что теоретически он должен заснуть раньше. То есть это ему должно помочь заснуть, как ни странно. И пытаются использовать это свойство, пришедшее к нам из хронобиологии, вот это кривой фазового отклика, чтобы добиться через освещение, улучшение сна. Для этого нужно ярким светом светить утром. Предлагают утром находиться, особенно в темные сезоны, проводить время перед такими лампами, большими лайтбоксами, или одевать очки, которые за счет большей близости источника света глазам дают такую же в единицах освещенности нагрузку на глаза, чтобы наши внутренние часы получали вот эту световую информацию и, соответственно, подводили немного... То есть уже как бы программируется на день. Да, не на день, а сдвигается ритм на более раннее время. Это значит, что теоретически и засыпание должно наступить раньше. То есть если у человека есть проблемы со сном. Но вот теоретически эта модель выглядит хорошо, практически не доказано до сих пор, что это работает, что это может помочь засыпать людям с бессонницей. А вот вечерний свет, несомненно, доказано, будет ухудшать засыпание у людей с бессонницей и без бессонницы даже. Такой практически выход. Какие другие возможности есть в управлении сном, если основываться на каких-то измеряемых физических воздействиях? Температура. Все знают о полезном эффекте теплой ванны. Но кто-то говорит, что надо перед сном принять холодный такой возбуждающий душ, чтобы потом расслабляться. Кто-то говорит, что нужно принять горячий душ, чтобы потом снижение температуры помогало засыпанию. Кто-то пишет, что нужно комфортный душ применять, чтобы организм не почувствовал ни возбуждения, ни торможения. Кто же прав? Все-таки больше данных о том, что именно горячий душ, температура которого значительно превышает температуру кожных покровов, обладает вот таким легким сомногенным действием. Объяснить этот феномен не могут пока. Есть идея, что это все-таки каким-то образом влияет на внутреннюю температуру и ускоряет снижение внутренней температуры. Потому что уже давно было подмечено, что цикл сна и бодрствия, и цикл температуры, он примерно вот рядом идет, в одном направлении. На самом деле, если очень строгий протокол использовать, можно добиться, если изолировать человека от внешних раздражителей, чтобы вот эти вот ритмы температуры сна разошлись. Но обычно они идут рядом, и мы ложимся спать тогда, когда у нас температура идет вниз на спад. А утром мы просыпаемся, когда внутренняя температура тела начинает увеличиваться. И вот эффект теплой ванны или горячего душа объясняет тем, что когда человек выходит распаренный, после теплой ванны или горячего душа, у него ускоряется снижение внутренней температуры. И каким-то загадочным образом это идет синхронно с тенденцией к изменению мозговой активации, связанной с основным, и легче человеку засыпать. Но есть еще одно наблюдение, очень важное, которое тоже можно использовать в практическом плане для улучшения сна. Это называется таким словом «проксимально дистальный градиент». Было показано, и вот в этой статье, которую я здесь цитирую, опубликованной во «Фронтьерс», было доказано, что засыпание наступает в тот момент, когда температура в проксимальных отделах конечностей, то есть, например, на плече, сравнивается с температурой в дистальном отделе конечностей, когда уравнивается проксимально дистальный градиент. И мы на самом деле это давно знаем, потому что когда мы ложимся спать, у нас руки холодные, когда мы просыпаемся, у нас руки теплые, выровняем за время сна максимально дистальный градиент. И чтобы ускорить засыпание, что нужно? Нужно выровнять, да? Нужно быстрее выровнять. Что нужно делать? Насочки, носочки. Насочки одеть теплые. Совершенно верно. Вот и ученые наконец-то обратили внимание на эту народную мудрость. Бабушка же говорила. Да, провели несколько исследований, причем японцы, как всегда, впереди планеты все оказались. Очень сложно было стандартизировать это воздействие с тем, чтобы одинаковым образом у всех испытуемых вот этот эффект согревающий достичь. И вот такие прикладывали мешочки, наполненные теплой водой, заматывали ноги. И действительно получили ускорение засыпания по некоторым показателям сна. В данном случае это было ускорение времени засыпания и общее время сна увеличилось. Мы можем увидеть на этом графике две достоверности, отмеченные звездочки до и после. Вот и так надо согревать конечности для лучшего засыпания. Эта штука работает. Японские ученые на этом не остановились, они пошли дальше. Неудобно согревать конечности, лезть куда-то там, обматывать руки. Давайте будем согревать глаза, точнее, окологлазничную область. И оказалось, что согревание окологлазничной области также позволяет выравнивать собственно говоря вот этот проксимально-дистальный градиент. Непонятно каким образом вот нижние два графика показывают, что почему-то в одном направлении идет изменение проксимально-дистального градиента при согревании окологлазничной области. Какие-то особенно интимные отношения окологлазничной области у нас с температурой стоп и кисти. И действительно вот это окологлазничное согревание оказывается эквивалентным согреванию стоп и кистей. Это все единичные исследования. Пока еще нет консенсуса, не подтверждено это данными других лабораторий, но выглядит это достаточно перспективным в силу своей простоты, но и в силу того, что собственно говоря на уровне бытовом мы все согласны с тем, что приятнее как-то спицца в шерстяных носочках в хорошем помещении. Опять, это картинка, я ее два раза поставил, извините, очень она мне нравится, потому что ничего с гаджетами у нас не вышло, к сожалению. Ну и с физическими воздействиями мы закончили, потому что оказалось, что все равно самым главным в обеспечении качественного сна, по крайней мере на настоящий момент, является поведение и психологический комфорт человека. Собственно говоря, мы уже перешли от теплых носочков к психологическому комфорту. Понятие гигиены сна всем известны. Комфортные условия, ограничение активности, отказаться от употребления стимуляторов перед сном, соблюдение режима питания, режима сна и бодрствования, постель предназначена только для сна. Есть ли научное обоснование вот этим рекомендациям? Да, оно есть. Напомню вам, что оно кроется вот в этой модели качелей нашей любимой, которая объясняет, как можно нам управлять состоянием сна. Либо через стимуляцию центров сна, через гаммкологические структуры, либо через торможение центров бодрствования, либо через обман внутренних часов, например, препаратами мелатонина. Причем здесь гигиена сна? Гигиена сна при том, что мы можем при помощи определенных воздействий поведенческих, прежде всего, немножко снизить стимуляцию центров бодрствования вечером перед засыпанием. И таким образом мы тоже немножко вот на это равновесие подъявляем. Мы, по крайней мере, не будем мешать центрам сна захватить контроль, давая дополнительную стимуляцию центрам бодрствования. Вот на этом, собственно, и основаны все рекомендации по гигиене сна, которые в практике применяются. Ну вот рекомендация по гигиене сна, например, написано, что нужно ограничить интенсивность светового воздействия, звукового воздействия. Да, действительно, это лишняя стимуляция. Доказано ли это по-настоящему? Да, существует работа научная, где, по крайней мере, в условиях реанимационных отделений изучался сон, и было показано, что да, в реанимационных отделениях пациенты хуже спят. Странно, да, потому что там свет горит, работают приборы, персонал все время подходит, но еще бы они спали хорошо. И если мы будем защищать сон этих пациентов, каким образом? Снижать уровень вот этого шумового воздействия через вот эти вот маски на лицо к пациентам, лежащим вот в этих стационарных отделениях, вкладыши в уши, беруши, то действительно у них сон улучшается, как было показано на предыдущем слайде. То есть да, вот это снижение стимуляции является одним из нелекарственных способов улучшения сна. То еще обосновывает необходимость соблюдения правил гигиены сна, что показывает, что это действительно снижает стимуляции. Снижение активации после укладывания в постель. В рекомендациях по гигиене сна написано, что постель должна использоваться для сна, но и только еще исключение есть для сексуальной активности, все остальное в постели запрещается. Почему? Потому что другая активность в постели приводит к этой активации, которая мешает переходу в нормальное состояние сна. Очень логично, ну вот здесь вот мы можем... Казалось бы, что это действительно доказано, что вот просмотр, например, телепередачи повышает активацию лобных отделов коры головного мозга, как это на нижнем рисунке по данным функциональной магнитной стомографии. А если у человека и так эта гиперактивация присутствует, если у него бессонница такая давняя, то, конечно, она усиливается наоборот. И здесь же рядом находится формирование рефлекса на обстановку спальни, то есть вот эта рекомендация, что в постели нельзя активничать, она с одной стороны связана со снижением активации, а с другой стороны с выработкой условного рефлекса на засыпание. Постель, сон, постель, сон, а не постель телепередача, постель социальной сети, постель приятные разговоры по телефону. Нет, постель, сон. И действительно, условный рефлекс существует, Иван Петрович Павлов показал это давным-давно, и это действительно позволяет человеку, который спит не очень хорошо, вот использовать в том числе и вот этот подход нелекарственный для улучшения своего сна. Физическая активность. Все говорят, что это хорошо. А вот хочешь быть как там сильным, бегай, хочешь быть здоровым, бегай, хочешь быть умным, бегай, хочешь хорошо спать, тоже бегай, в общем, все время бегай. И действительно, это так, есть данные многочисленных исследований, вот здесь метаанализ, которые показывают, что физические упражнения улучшают показатели сна. Все эти исследования в одну сторону как бы сдвигают вот это равновесие в сторону лучшего сна. Так что физические упражнения в вечернее время полезны, если они не приходятся на слишком позднее время. я хотела спросить, не перед самым там сном. Это вот как раз опять история с хронобиологией, вот с этой кривой фазового отклика. Чем ближе к ночному времени мы осуществляем любое воздействие, световое, использование препарата мелатонина, физическое воздействие, тем больше это повлияет на цикл сна и бодрствования. И вот в этом исследовании физические нагрузки давались до момента начала секреции мелатонина и после, потому что когда пошел мелатонин, это значит, что внутренние часы дали сигнал всему организму, что наступила ночь, что нужно переключаться в ночной режим. Если физическая нагрузка приходилась на время до начала секреции мелатонина, то это улучшало засыпание, это благотворно влияло на сон. Если физическая нагрузка приходилась на момент после начала секреции мелатонина, она отсрочивала засыпание. А как узнать, когда у конкретного человека начинается выработка мелатонина? С темнотой, нет? Нет. Необязательно? Этот показатель достаточно индивидуален. Он укладывается у большинства людей в диапазон с 19.30 вечера до 22 часов. Почти все в это время начинают выделять мелатонин. Но вариабельность велика, и поэтому все-таки проще взять, наверное, некое среднее арифметическое, например, 21 час. Вот мы так условно считаем, что физическая активность до 21 часа полезна для сна, физическая активность после 21 часа вредна для сна. То есть, если гулять, то до 9 часов. Полезно же перед сном нет, прогулка это ничего. Это не так. Это та активность, которая должна быть каждый день. Эти пресловутые 10 тысяч шагов, но она не учитывается. Ее не должно не быть. Понятно. А вот все остальное, чтобы улучшить сон, это должна быть настоящая, хорошая физическая нагрузка. Пища и сон. Вообще, рекомендуется не ложиться спать голодным. Я думаю, все с этим согласятся. А можно ли при помощи изменения состава пищи улучшить сон? Есть такое, конечно, заманчивое предложение. Пожелание. Есть только одно исследование, на самом деле, где было показано, что немножко засыпание ускоряется на фоне приема высокоуглеводистой пищи за 4 часа до сна. По сравнению с низкоуглеводистой пищей, какой-нибудь там морковкой, или высокоуглеводистой пищей за 1 час до сна. То есть, что-то сладкое, по крайней мере, не помешает засыпанию. И может быть, даже поможет, если вы там нарисовали, исключить последствия, возможно. это не все могут воспользоваться этой рекомендацией. Ну, по крайней мере, хуже не будет для сна. Для сна. Для сна не будет хуже. И стресс, конечно, является врагом сна. Вот оказалось, во время эпидемии коронавирусной инфекции, в условиях вот этой изоляции, вот этого стресса, постоянного информационной неопределенности, когда люди не знают, что делать, можно и выходить, нельзя там за стеной кашляют вообще. Ужас просто. И вот тогда оказалось, что совместный просмотр телесериалов обладает свойством снижения уровня стресса. Как это неудивительно. Потому что телесериалы, они об одном и том же. То есть каждый вечер в одной и той же обстановке примерно один и тот же сюжет. Слится, да. Никаких там особенных сюжетных ходов не возникает, иначе ничего будет смотреть через неделю. И это дает ощущение предсказуемости, некой рутины. Это снижает уровень тревоги. Ну, правда, есть еще такой запойный просмотр телесериалов. Это другая история. Это уже ближе к психопатологии. А вот такой вот здоровый просмотр. Одну серию за вечер. Здоровый просмотр телесериалов оказывается обладает определенным антистрессовым воздействием. И в отношении сна, скорее всего, это тоже работает. Мне бы очень хотелось какое-то исследование найти, пока я не нашел в отношении сна, что есть какие-то сериалы, или, может быть, кто-то спонсирует какая-нибудь компания по нему, Netflix, исследование по эффекту из телесериалов на сон. Что еще из нелекарственных методов может помочь человеку, у которого начал ломаться сон? Есть такие брошюры самопомощи при бессоннице, и в России есть русскоязычные варианты, которые действительно дают человеку в руки некий инструмент. Вот он следует рекомендациям из этой книжки, так буквально там написано, в первую неделю вы делаете это, во вторую это, в третью это, выравниваете свой режим сна, улучшаете дитину сна, и это работает. Это было давно показано. В 2005 году такая базовая статья была опубликована и лабораторией канадской, где рассылали просто людям с бессонницей буклеты о здоровом сне. Вот 96 больных получало эти буклеты, а 96 не получали. Из получавших потом признались, что все это не все прочитали, какие-то они просматривали, выбрасывали, какие-то все читали. Ну четверть прочитал. Но в итоге те, к кому приходили эти буклеты, у них показатели сна улучшились, а те, кто не получал буклеты, у них ничего с их сном не изменилось. То есть сделайте хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь. Хоть начните. Да, хоть вот эту вот книжку один раз откройте, и вы попадете уже не в 27%, а в 63%. Ну и методики психологические, конечно, сейчас лидируют в лечении хронической бессонницы, потому что хроническая бессонница это проблема не только вот этого стресса, не только гиперактивации церебральной. Хроническая бессонница это проблема неправильных психологических установок. Человек начинает бороться за свой сон. Он, когда идет в постель, он думает, что будет, если я не засну, надо что-то делать, куда-то бежать, пить таблетку или не пить. Он сам себя раскручивает, активирует сам себя. И вот, чтобы не дать ему это сделать, он должен правильным образом быть настроен. А этому нужно специально учиться. Вот есть методики психологические, которые позволяют подготовиться к этому. Вот одна из моих любимых методик, это называется mindfulness, осознанность, по-русски это вообще не переведешь, на самом деле, буквально никак. Она учит человека воспринимать мир, каким есть, не давая ему оценку. Вот идет человек, у него голова забита всем, идет собачка, которая видит только то, что видит. И, конечно, собачка спать будет лучше. Ну, конечно, чтобы научиться этой технике не давать оценки, нужно тоже затратить массу времени, это как гипнозу научиться там или чему-то еще. То есть, это специальная техника, но она работает. Какая полезная штука. И много, много исследований именно при бессоннице, которые показывают, что да, действительно, вот этот показатель на левом графике, индекс тяжести инсомнии, он существенно снижается, как раз у людей, которые эту методику практиковали, это синяя линия, по сравнению с теми, кто не практиковал. Я нашла русскоязычный эквивалент. Не бери в голову. Да, да. Бытовой, согласен с вами. Да. Летедбизм еще раз называют. Да, да. Да, извините. И таких исследований довольно много уже, ведь метаанализ проведен, и все, кроме одного, показывают, что эта штука работает и улучшает сон. Поэтому психологические методики сейчас действительно активно очень рекомендуется, по крайней мере, люди с бессонницей. Другое дело, их не очень легко получить все равно пациентам. И мы сейчас работаем как раз над программой дистанционной когнитивно-поведенческой терапии. Насомнею, я регулярно ее анонсирую. Мы уже два года разрабатываем эту программу. В свое время мы опубликовали статью в журнале Франтьерс даже в 2020 году с проектом вот этого такого комплекса. И сейчас мы все-таки ее реализуем. Когнитивно-поведенческая терапия это вот такая программа, которая учит человека правильно спать. Мы не просто даем ему бумажечку с перечнем правил гигиены сна. Делаем так. Мы разбиваем выполнение этих правил на неделе. Мы контролируем пациента. Он заполняет дневник сна. Он приходит каждую неделю отчитывается. Он платит за каждую консультацию, что тоже важно. Важно. поддерживает комплоентность. И это должно длиться долго, потому что вот эти внутренние установки они меняются постепенно. Они меняются только тогда, когда человек на своем опыте убедится, что эта штука работает. Вот сейчас мы работаем над версией программы, которая позволяет вообще без участия врача это делать. Человек скачивает приложение на телефон, в этом приложении получает рекомендацию, выполняет каждый день и записывает каждый день опять же в телефон вот этот дневник сна. И там выстраивается график его сна постепенно. Через неделю контроль, он сам видит насколько изменился его сон, следующий блок информации, следующее задание и снова он его выполняет. И действительно за рубежом довольно много таких исследований было проведено, что даже вот такого рода без участия врача совершенно формальный подход тоже приносит успех больным с нарушениями сна. Ну и в заключение хочу сказать, что конечно самым главным для сна является внутреннее равновесие. Сон это как птица, которая села на ладонь. Чем быстрее пытаешься схватить, тем быстрее она улетает. Об этом нужно помнить, а все другие факторы физические, матрасы, подушки, это все хорошо, но все равно все это работает на это ощущение, которое является ключевым для обеспечения здорового сна. Спасибо большое, но у меня еще есть к вам вопрос. Вы затронули уже тему, на которую я хотела вас порасспрашивать в конце. Вы упомянули пандемию коронавируса, просмотр сериалов. Тогда очевидным образом тревожность возросла у всех. Прошло три года, вы практикующий сонолог в одном и том же месте, среди одной и той же популяции людей. Вы замечаете ли какое-то статистически достоверное увеличение количества пациентов за последние три года, потому что весь мир сейчас в таком скореженном состоянии совершенно. Отражается ли это на работе сонологов, спрошу аккуратно. Да, конечно. Потому что психологи говорят, мы без работы не останемся. Да, мы увидели увеличение количества нарушений сна, конечно же, во время эпидемии коронавирусной инфекции, но там было много причин как раз вот этого имфошума, неопределенности. Неопределенно, непонятно. Которое порождало у людей ощущение вот этого беззащитности, беспомощности и неизвестности будущего. И на фоне этого тревога возрастала, депрессия и нарушения сна тоже множились. После того, как официально было объявлено об окончании эпидемии, постепенно частота нарушения сна стала снижаться. Вот следующие где-то полгода, может быть даже год, мы все равно видели большое количество пациентов вот с этим постковидным синдромом, потому что очень многие переболели, и он действительно существует, этот постковидный синдром. И действительно нарушение сна является одним из частых проявлений постковидного синдрома и в последующих публикациях даже находили, какие зоны мозга не повреждаются, скажем, а хуже функционируют вот при этом постковидном синдроме. И оказалось, что эти зоны мозга напрямую завязаны и с регуляцией сна, и с регуляцией эмоционального состояния, с тревогой. И там вот эти вот рецепторы ACE2 экспрессируются, то есть вирус как раз туда заходил и там что-то портил. А они есть везде в организме, эти рецепторы? Они везде есть, да, но вот в этих зонах они достаточно плотно расположены, это окологипоталамические зоны, участвующие как раз в сети регуляции тревоги. И стало понятным, что есть веомарфологические основы для сохранения вот этих нарушений сна даже после уже перенесенной инфекции. Но сейчас мы видим все-таки заметное уменьшение числа случаев, да, уже по-видимому вот эти вот пусковидные последствия разрешились. Сейчас другие вызовы, так сказать, перед нашим обществом стоят, которые тоже повышают тревогу. То есть все равно до эпидемического показателя, до начала эпидемии не вернулись к тому, уровню. Цифры распространенности нарушений сна, я уверен, не вернулись. Ну, на российской статистике нет, зарубежную я не изучал. А ваше личное? Мое личное мнение, что стало меньше случаев нарушений сна, но все равно больше, чем было до эпидемии. Вот в этом был мой вопрос. Спасибо большое. Спасибо большое, Викор Гуд. Всегда рады вас видеть в этой студии. Спасибо, Марина. Очень приятно. Спасибо.